И до нашего эфира долучается Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, представьте. Гарри, здравствуйте. Я перейду на русский, для того, чтобы вы меня лучше понимали. Доброго ранга, Украина. Доброго ранга, бачите, у вас же добрый получается. Гарри, собственно, это первый визит чиновника такого ранга Соединенных Штатов за последние 25 лет в Тайвань. Собственно, почему именно сейчас? И чем вызван этот визит? Прекрасный вопрос, потому что никто госпожу Толоси не приглашал. И было очень много протестов. И сегодня даже в Соединенных Штатах идут протесты от китаистов. Вот я с одной китаисткой всегда общаюсь по этому поводу, по тому, что происходит в Китае. И сегодня в самом Тайване идет очень много протестов, потому что никто не приглашал спикера The House или вообще какого-то чиновника нашего. Зачем это делается? Вопрос задается. Ну, говорится, госпожа Толоси объясняет это тем, что у нас есть договор, у нас есть закон, который говорит, что будет защищать Тайвань от любого вооруженного нападения, если будет решаться вопрос Тайваня. Не мирным образом. Но Китай никогда не говорил, чтобы не показывал никаких, не было причин, чтобы Китай говорил, что они военным образом хотят захватить Тайвань. Но они, конечно же, смотрят на то, что происходит в Украине. Ну, точно так же смотрят и Иран с Израилем, точно так же смотрят и Сербия с Косово сейчас. Мы видим, что все вот это вот происходит на данный момент. Почему же это происходит на данный момент? Но в моем окружении в Соединенных Штатах Америки говорят, ну, вообще-то у нас с Китаем может быть война. Или у Тайваня может быть война. Так что ленд-лис, который мы пока что еще не дали ни копейки по ленд-лису Украины, может быть, нам пригодится в Тайване. Да и вообще оружие, хаймарсы и так далее, может быть, нам нужны, потому что будет с Китаем. Мое личное мнение – это чтобы не давать ленд-лис Украине. Это делается такая провокация. И сегодня мы видим, что и Тайвань сливается в такой же мере, как и Украина была слита в 2014 году. Такой же стиль. Но, опять же, мы должны посмотреть, кому это выгодно и зачем это делается. Кто в Китае получал деньги у нашей власти, но, опять же, сын бывшей администрации, бывшего вице-президента Байдена, мы знаем, орудовал в Украине. Да и сам тогда вице-президент Байден приезжал, махал миллиардом долларов, увольте этого, возьмите этого на работу. Ну и в Китай, от Китая Байден-младший получил полтора миллиарда долларов. Даже Голдман Сакс никогда не получал полтора миллиона долларов за инвестиции. Самый древний, самый могучий инвестиционный банк в мире. Но вот сын Байден, великий художник, он это получил. Поэтому я не удивлюсь, что сегодня что Китай делает. Китай уже заплакировал на четыре дня военным образом Тайвань. Ничего оттуда уходить и приходить не может. И Китай сейчас пока с большой давлением на другие фирмы, чтобы ничего не закупали. Ну а у Тайваня, то есть экономически действует, ну и конечно же Китай могущая экономическая держава, которая может себе это позволить. А госпожа Пелоси одним словом говорит, что мы поддерживаем Тайвань, а другим образом выводим все микрочиповые компании, потому что большинство микрочипов делается на Тайване, из Тайваня. То есть опять же, как уводили с Украины бизнесы, посольства, не присылали сюда посла, то же самое происходит на Тайване. Там посла нашего нет, у нас нет дипломатических отношений с Тайванем, мы как бы его не признаем независимым государством. Поэтому я думаю, что это специальная провокация. Но я думаю, что ожидать от Китая ответа, вот сейчас, да, они стали там, активировались их вооруженные силы, они блокируют сейчас Тайвань на 4 дня, но этим не закончится. Как мне говорят китаисты, с которыми я общаюсь, Китай должен будет ответить. Но этот ответ будет долгий и очень жесткий по отношению, по оскорблению, это было оскорбление китайской власти, а китайцы этого не могут простить просто из-за их культуры, из-за их отношений, китайских понятий. Они должны будут ответить. Вот разжигание такое происходит там. И я не удивлюсь, я не удивлюсь, если Китай когда-нибудь в Украине прилетит ракета, и мы найдем там запчасти с китайскими иероглифами. А я не удивлюсь, если Китай скажет, что Крым, в принципе-то, российский. Раз уж так Америка с нами поступает, раз уж так Америка себя ведет, то мы тоже ответим. Поэтому отвечать они будут, я не удивлюсь, если это будет использована опять же Украина в этих политических играх. И цену за это заплатит опять же Украина и Лен Лисон, и политическими очками. Так что я опять же протестую то, что делает наша администрация сегодняшняя. И мы видим, что в Косово попадает в ту же категорию, и в Сербии сейчас посреди Европы может разгореться еще одна война. Какие сценарии развития событий могут быть, по вашему мнению? Ну, я и говорю, развития могут быть. Я не думаю, что это будет военный конфликт, но я думаю, что это будет слив. Я не знаю, что будет, но на сегодняшний день мы видим, что Тайвань блокируется. То есть они теряют миллиарды долларов. Их рынок рухнул, потому что они ничего не ввести, не вывести не могут. Вот они заблокированы китайскими вооруженными силами из моря, из неба. И китайцы сказали, что это 4 дня, но за 4 дня ты тоже теряешь очень много денег. Продукция микрочипов вывозится американцами нами, на континент, на американский, потому что мы боимся, что китайцы это захватят. То есть обрушивает, это самая главная экономическая сила Тайваня, обрушиваем ее экономику таким образом. И Китай, понимаете, он партнер со многими фирмами, не только американскими крупными фирмами, но и всемирными крупными фирмами. Китай говорит, что будете торговать, а не санкционирует Тайвань. Будете торговать с Тайванем, мы у вас не будем покупать сырье, еще что-то там они закроют. Или не будем вам продавать ингредиенты, которые вам необходимы. Ну и что такое Тайвань? Многие компании, компания это чтобы зарабатывать деньги, ответ перед инвесторами. И компания таким образом уходит из Тайваня, чтобы остаться партнерами с Китаем. Китай сильнее. Зачем это делалось? Зачем за столько лет сегодня, госпожа Пелоси, было необходимо лететь в Тайвань? Что такое произошло? Опять же, я думаю, это отмечение от Украины. Это уводя, подыгрывая Путину, уводя интересы военные с Украины. То есть нам самим нужно теперь это оружие, да и Тайваню может быть нужно это оружие. И затягивание опять ленд-лиса. Таким образом. Это мое мнение, это мнение моего окружения, людей, которые этим занимаются. И сливание Тайваня, Китая. И в конце концов Тайвань должен будет зайти и стать частью Китая официально. Потому что сами они выжить не смогут. И это будет сделано якобы мирным способом. Гарри, я вам очень благодарен, что вы нашли возможность с нами пообщаться. Хорошего вам дня. Да, есть. С нами на связку Булгарий Табах, капитан первого ранга, ВМС США у відставки.